здравствуйте друзья и подписчики моего канала сегодня 5 января 2021 года температура в помещении 25 градусов влажность 54 процента на улице идет мокрый снег и 0 градусов и так я хочу вам показать реанимашки которые орхидеи вот в этом вот количестве 5 штук встали на реанимацию в конце 2020 года и уже в начале 2021 года ну давайте начнем вот с этой замечательной орхидейки это моя красавица букола необыкновенной красоты орхидеечка она у меня в коллекции давно находится неоднократно давала деточек и вот что случилось то и случилось 28 ноября 2020 года она встала на реанимацию принципе это было ожидаемо потому что во первых в 2020 году эта орхидея попала под извините в 2019 году эта орхидея попала под трипсов тогда у меня бушевали трипсы их было просто огромное количество я девять месяцев боролась с ними и я их победила таки применяя различные методы различные средства я их победила каким образом они попали в мою квартиру до сих пор непонятно есть только предположение что или они проникли через москитную сетку так как я живу на первом этаже у меня большой палисадник с цветами и или мы принесли этих трипсов на одежде это случилось в июне 2019 года и вот собственно вот вы видите у нее обрезанный листик вот этот вот с 2019 года вот так она ничего и не растила она растила только многочисленных деток у нее было 4 детки вот это вот уже новый цветонос не тот на котором были детки тот цветонос уже давно обрезан вот от него пенечек и как вы видите сейчас он находится вот таком состоянии я ее достала из той посадки в которой она росла обрезала у нее ствол который сгнил у нас началась фузырезная гниль я ее посадила таким образом я называю вертолет да то есть основание орхидеи не касается грунта абсолютно видите да и у нас за значит 28 ноября то есть получается декабрь за полтора месяца у нас выросли вот такие вот замечательные крышочки новые вот вы сейчас видите да вот то есть шеечки появляются абсолютно новые здоровые корешочки прекрасные которые растут как раз туда куда им надо то есть не вертолетом таким в разные стороны а в грунте и сегодня я заметила что у нас растет нечто то есть вот растут видите два листочка вот они параллельно идут не знаю то ли это будет детка из центра из точки роста то ли это будут два просто такие спаренные листочка я не знаю но будем посмотреть будем смотреть за этой орхидеечкой что с ней будет происходить но во всяком случае меня все радует находится она вот в такой посадочке видите да то есть здесь керамзит на керамзите уголь мох и и старые корни вот они идут в мох туда и находится вот оля кашпо такое от йогурта сейчас с этой стороны посмотрим вот с этой стороны мы видим что здесь вот больной корень дает новый ростик такой да мы вот вот этот корень он питает он живой хоть он такой вот весь поломанный покоцанный он питает видите вот здесь вот слом такой да у него есть и он все равно питает орхидей q у этой орхидеи есть перспектива я ее очень люблю и я ее вытянул ну в принципе как все свои орхидеи многочисленные я все их люблю и то что вот это случилось вот с этими орхидеями это не практика а это то есть вот ну вот такой вот случай да вот бывает такое случается с орхидеями так следующий орхидея следующий орхидея это такая знаковая у меня орхидея это попагаю мне подписано бестинг вот такой вот красавчик встал он у меня на реанимацию 4 октября двадцатого года осталось от этой орхидеи как говорится рожки без ножек то есть здесь абсолютно обрезана на нет шея то есть корней здесь совершенно нет я не показывал ее потому что это такой некий эксперимент 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 в чем в том что может ли вот такая вот большая орхидея вот такая да вытянуть на трех листах без корней вообще абсолютно да она у меня стояла вот этой вот стороной листьями воду куда я добавляла только nv 101 натуральный виталайзер и вот здесь у меня написано то есть на реанимацию она стала 4 октября двадцатого года 27 октября то есть через 23 дня через три недели у нас появился первый крышок вот я все записываю да и 12 декабря двадцатого года у нее было уже три корешка размером три сантиметра и я посадила эту орхидею чку вот таким образом то есть вот такой вот горшочек в нем орхидеи приходит это даже не два с половиной размер горшочка а это между 1 из 7 и два с половиной вот такой я не могу сейчас перевернуть наверное это думаю 18 такой горшочек и вот посмотрите за это время то есть с 12 декабря посмотрите куда у нас вышел один из корней вот его видно она сидит только в амхе здесь только мох и сверху вот она обложена потому что ее шатала вот я положила сухую кору сюда сухие вот такие вот куски green garden pro то есть она вот держится да и вот смотрите что происходит да происходит то что один из корней который был всего лишь три сантиметра вот таким вот образом уже вышел на волю мох находится постоянно во влажном состоянии не мокрый но влажный как я это делаю то есть я вот в этот вот подсвечник заливаю половину подсвечника водой вот так вот стоит орхидеечка мох набирает в себя влагу это происходит где-то один раз в 10 14 дней и вот такой влажный мох кстати вот я сейчас заметила вот еще один корень вылезает вот видите вот такие вот замечательные у нас результаты то есть у нас получается один корень вылез второй корень вылез где-то должен будет вылезти третий корешок вот такая вот прелесть то есть мой бестинг он же попагаю будет у час ее закачала нет прости родная я тебя ставлю обратно закачала извини я тебе тут заколыхала немножко да сейчас я вот так вот поприжму опять поправлю так следующая орхидейка вот эта орхидеечка это безродная такая мультифлора до мультифлора что у меня здесь написано она у меня сидела росла в закрытой системе потом я ее вот эту вот верхушку омолаживала то есть снимала и еда значит и после омоложения у погиб вот это вот кочеврюшка которая почему я стала омолаживать то что у нее был длинный сухой ствол и он начал портиться я ее обрезала обработала основание вот так вот максимом на поставил ее на реанимацию 18 декабря двадцатого года эта орхидея кстати тоже была под трипсами вот видите да такие поражения это вот поражение которые еще у многих орхидей после трипсов это не клещ это вот такая вот как бы вирусная такая вот какая-то это нет не вирусная бактериально какая-то инфекция так и что мы видим что мы видим у нас вот стоит тоже видите в обрезанной бутылке здесь находится раствор инвесту один который я меняю один раз две недели что мы видим за это время у нас посмотрите какие хорошие корешочки проклюнулись замечательные вот такие вот замечательные корешочки и тоже вот только сейчас я заметила что растет вот такой хорошенький симпатушный вот такой вот листочек очень симпатичный листик ставлю я обратно в ее узкую бутылочку она вот так вот видите вертолетиком таким стоит очень плотно да так следующая орхидея чко следующая орхидея чко это вот такая вот красавица у меня это свет гелл которая из новых орхидей она у меня с 26 октября двадцатого года и посмотрите что у нас приключилась но я для начала хочу показать вот и на туэр орхидей тоже было написано вот посмотрите посадка сейчас я вам покажу сейчас фокусируется не фокусируется никак на вот этой надписи вот видите да мутно так 22 ноября двадцатого года с применением цион по поводу циона у меня тоже будет наверное видео в отношении этой добавки к посадке орхидей на реанимацию она встала 2 января вот буквально до 4 дня назад 21 года и что с ней случилось а с ней случилось то что у нее отгнили корни у этой орхидеи отгнили не табличка отгнили реально корни то есть корни превратились в кашу я ее вынула из посадки в которой она сидела с добавлением циона пересадила ее пересадила ее мелкий керамзит мох там уголь архиата и циафлора вот таким вот образом то есть корни у нее превратились реально в вареную кашу в такую то есть у нее вот это только верхние корни вот раз два три здесь вот кусочек четвертого корня ствол я и срезала у нее начался фузыриоз причем очень вонючий такой фузыриоз реально просто караул как пахло вот так вот я ее дважды обработала все это дело максимом и вот посадила мог как вы видите сухой я его не мочила то есть постольку поскольку у нее здесь была беда беда вообще вот здесь вот мог я не стала мочить в избежание чтобы не спровоцировать вновь гниль вот в этом месте да потому что короче я обрезать уже некуда было здесь некуда было обрезать то что я хотел сохранить вот этот вот корень но вот сейчас она находится вот в таком состоянии у нее кстати частично потерялся тургор вот сейчас она хорошо так тургор набрала жалко мне эту орхидея очень красиво орхидея в отношении циона да да что то пошло не так ну хочу снять видео хочу снять видео непременно чтобы поговорить об этом случае случае вот случаях с ционом как раз да и как раз вот почему я не снимала эти дни видео я пересадила за четыре дня 30 орхидеи представьте себе 30 орхидеи я пересадила это были те орхидеи которые я сажала с применением циона основная масса вот это же самое касается и вот этой орхидеи чки вот этой вот симпопулечки вот здесь тоже написано посмотрите видео написано цион которая у меня появилась совершенно недавно это очень красиво орхидеи чко дэй трипер от 13 декабря двадцатого года я радовалась что я ее купила все дела садила ее 14 декабря двадцатого года с применением циона и у второго января этой орхидеи настал кирдык то есть у них вообще все корни сгнили и обратил внимание я на эту орхидею почему потому что она у меня стояла на нижней полке деревянного стеллажа что не просто рухнули листья понимаете вот они просто превратились в тряпки я естественно вынула эту орхидею вытащила из кашпо и увидела там просто алис алис там про вот такое впечатление что налили кислоты корни совершенно вот они с них виламин даже не то что он снялся а он просто свалился и все это пахло кислым таким знаете как вот ну огурцы бродят когда когда огурцы только посолили и вот они бродят или капуста когда бродят вот такой вот вот неприятный ванизм был что я сделала я обрезала абсолютно вот на на нет то есть я не стала обрезать вот это вот 0 5 вот этого стволика да потому что мне надо было чтобы сохранились вот эти вот два цветоноса нам же надо на чем-то держаться и чем-то питаться да вот таким вот образом я сейчас я аккуратненько достану вот таким вот образом я здесь все срезала почистила как могла вот видите здесь вот видно видно вот вот прям кончик зелененький вот буквально видите за тут время прошло ни о чем вот видите кончик начал пробиваться корешочка стоит она в отрезанной бутылки с в растворе nv101 сейчас мы ее перевернем так как она должна быть во первых здесь видно видно что листья жамкну жамканые видите абсолютно был потерян тургор абсолютно вот видите и вот эти два листа абсолютно видно потерян тургор и вот сейчас я здесь потрогаю вот этот листик вот на одну четверть на одну треть начал набирать тургор и вот здесь вот немножечко тургор появился с этой стороны в общем такое неоднозначное мнение сложилось по поводу циона я очень жалею что я в эту авантюру ринулась так с головой насмотревшись в instagram на тамошних блогеров как они сажают орхидеи пачками с применением циона у меня такое мнение сложилось что цион это мелкодробленное пеностекло и как за эти заголтованное такое вот что вот такой да у меня сложилось такое мнение что это вот такой холодный мертвый камень у меня такое же мнение в отношении пеностекла которые выкинула просто полтора мешка точно такое же мнение сложилось у меня еще осталось две взрослые орхидеи которые присажены с применением пеностекла я наблюдаю но я вот они у меня скоро должны выпустить цветоносы я не буду ждать пока они там цветоносы будут искать я их наверное пересажу выброшу из них я уже сверху так у них пока по собирала пеностекло куски в общем мое мнение о том что все что мертвое как хотите думаете все что вот это мертвичина как я называю может быть это в моих условиях но я у меня орхидеи в этом не хотят расти как они мне не хотят расти с применением пеностекла также они мне не хотят расти в керамзите то есть происходят какие-то вот эти неприятности то есть мои орхидеи растут как им и положено расти в органических грунтах ну вот циафлора это все-таки органика да циафлора это все-таки циолит это природное такое да не искусственно что-то такое созданное все-таки керамзита и пеностекла в природе не существует это все изобретение человека и у меня поэтому вот как я вот линия такая все что мертвое все все и останется мертвыми не может и камни камни живые камень это природа это создана природой а вот вот эти все так сказать термоядерные вещи пеностекло и керамзит это все конечно да это все печалит очень печаль то что меня был опыт посадки в керамзит у меня был опыт посадки вот чистое пеностекло у меня был опыт посадки в полистирол. Это всё не икатит у меня. И вот такая ситуация. Так что у кого-то получается. Но я так думаю, что всё это до поры до времени. Всё это, знаете, как время покажет. Я желаю всем, чтобы у них были здоровые, красивые орхидеи. Но у меня не... Вот мой случай, когда у меня не идёт всё вот это неживое, в чём не растут мои орхидеи. Но у меня на чём с того, что вообще есть орхидея, которая растёт в открытой системе. То есть без всего. Вот она растёт. Она растёт. А вот если ей подсыпать керамзит или пеностекла, она гикнется просто-напросто. Так что вот, дорогие мои. Так что я просто так время даром не теряю. Мне звонят мои приятельницы периодически. Орхолюбительницы тоже. И ну что, всё сажаешь? С Нового года всё сажаю. Сажаю и думаю, сажаю и думаю. Видите, что-то взвешиваю, что-то вот... Да, всё-таки я остаюсь верна коре сосновой и циафлоре. Циафлора ещё меня не подвали... Ну, серамис ещё, да, вот серамис. Серамис – это тоже натуральная, это глина обожжённая. Так что в этом ничего нет такого криминального, я бы сказала. Вот. Ну что, тема реанимации орхидеи продолжается. Вот касаемо того, что показать, как я ставлю... Мне пишут такие комментарии. Покажите, как вы ставите орхидею на реанимацию. Во-первых, друзья мои, специально я не могу показать довести орхидею до состояния реанимашки и показать вам. А вот когда случается вот такой вот, как бы, форс-мажор такой, да, тут уже, извините, не до того, чтобы камеру хватать. Я уже говорила, я каждый пук не снимаю. Мне некогда. У меня такое количество орхидеи. У меня, я, извините, избавилась, но не избавилась, раздала более 60 орхидеи. Но взамен них я купила ещё орхидеи. То есть у меня то же самое практически количество, будем так говорить, 400. У меня оно никуда не девается. И поскольку я ещё заказываю орхидеи, которые ко мне уже придут во второй половине января, у меня ещё будет прибавляться. То есть я думаю ещё об одном стеллаже или ещё полках. У меня ещё есть место. Так как уже, ну, знаете, это не сумасшествие, это, ну, как бы, это моё хобби, это моё увлечение. И почему бы нет? Кто-то коллекционирует статуэтки и фарфор, и антикварную мебель. Почему нет? Почему не коллекционировать орхидеи в каком количестве, в том количестве, которое мне не то, что надо. Я за всеми успеваю ухаживать. А в том количестве, вот хочется мне, например, какие-то определённые сорта иметь, да. У меня много старых сортов, которых нет уже в продаже. Но мне хочется иметь новые сорта, которые сейчас выводят. Почему нет? Я же не могу избавиться от каких-то редких старых сортов, которые уже не производят на фермах, и отдать предпочтение новым сортам. Нет. Абсолютно нет. Все мои орхидеи, которые фаленопсисы, и некоторые части, у меня ещё осталось, ещё две камбрии, которые я тоже никогда никому не отдам. Но, естественно, мои дендрофаленопсисы, которые неизменно, они никуда не денутся, которые сейчас, два из них цветут, причём шикарно цветут. Я не знаю, как это показать, потому что я уже говорила, что некоторые орхидеи я не могу достать с тех мест, на которых они растут. Понимаете? Потому что доставать их с тех мест, где они находятся, это смерти подобно. То есть или сломается цветонос шикарный там метровый, или корни поломаются, или ещё что-то такое произойдёт. Я этого не хочу. Как-то, может быть, я ухищрюсь, залезу на стремянке, туда, где у меня сейчас цветёт шикарный мой старый уже дендрофаленопсис, и какие-то другие орхидеи покажу, которые... Вот я здесь на днях убиралась на деревянном стеллаже, и у меня стюартиана на сип, который приобрела просто огромные размеры, который выпустил помимо полутораметрового цветоноса, который никак не расцветёт, ещё один цветонос, она ещё и приросла корнями к деревянному стеллажу. Как я её буду отмачивать, я вообще не знаю, потому что у меня есть огромное желание её отнести в ванную, сполоснуть её и обработать её экстрактом хвои. Не для того, чтобы кого-то там убить, а для того, чтобы её просто оздоровить. Потому что применение экстракта хвои для моих орхидеи очень благотворно влияет. Вот, пока я с вами тут разговаривала, посмотрите, температура воздуха понизилась, потому что я приоткрыла форточку, и влажность, естественно, стала понижаться. Чуть-чуть приоткрыта форточка на микропроветривание, потому что душновато. Я сегодня поливала свои дендрофаленопсисы, и влажность прибавилась. Вот, друзья мои, на этом я буду с вами прощаться. Всем вам желаю здоровья крепкого и вашим родным и близким. Солнце в душе и на небе, хорошего настроения, замечательных новогодних каникул. Гуляйте, отдыхайте, кувыркайтесь, играйте в снежки. Будьте со своими семьями, со своими детями. До свидания, всех вас люблю, всегда ваша Бокова Наташа.